Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные в Христе, братья и сестры, сегодня у нас праздник, господский великий праздник обрезания Господни. И каждый праздник, в котором мы почитаем события из жизни Иисуса Христа, является господским по определению, поэтому обрезание Господне – также господский суть праздника. По закону иудейскому обрезание, начиная от Авраама и последовательность, весь иудейский народ по закону Моисеева должен был обрезаться, и Господь в знак принадлежности Своей к народу Моисееву, потому что Он пришел первоначально, говорилось, что Он пришел к людям закона и обратился к прочим людям именно в связи с тем, что законники и люди, исполняющие закон, отвергли Его. Но первоначальное Его предназначение, Его призвание от Бога Отца – это спасение избранного Богом народом. И в дальнейшем избрание Богом было уже определено не по обрезанию, а по вере. Но первоначально обрезание было необходимо, чтобы Его принял народ иудейский. Вот какое слово говорит об этом святитель Феофан Затворник. «Как Новый год есть начало дней лета, то в день сильно для жизни набрать в душу такие помышления, чувства и расположения, которые могли бы достойно христианина заправлять всем ходом дел Его в продолжении года». Это мы тотчас найдем, как только возьмем в мысль, что есть Новый год в духовной жизни. В духовной жизни Новый год, когда кто из живущих в нерадении начинает ревновать о спасении и богоугождении. Ибо когда кто решается на это, тогда у него внутри и вне все перестраивается заново и на новых началах. Древнее мимо ходит, и все бывает новое. Если у тебя есть это, понови, а если нет, произведи, и будет у тебя Новый год. С Новым годом! К всему же подойдет и достойное празднование обрезания Господня и память святителя Василия Великого, в сущность сказанного изменения состоит в том, что человек начинает с сего момента жить единственно для Бога, во спасение свое, тогда как прежде жил исключительно для себя, уготовляя себе пагубу. Туда бросает он прежние привычки, все утихи, и все, в чем находил удовольствие, отсекает страсти и похотное расположение, и воспринимает дела строгого самоотвержения. А такое изменение точь-в-точь представляет то, чем по апостолу должно быть обрезание сердца, то есть укращение сердца, о котором напоминает и к которому обязывает нас празднование обрезания Господня, в пример которому представляет в лице Своем святитель Василий Великий. Так все предметы, теснящиеся в сознании в Новый год, сходятся в одном, в внутреннем обновлении нашем через обрезание сердца. Если благоволил Господь, кому настроиться в Новый год сим образом, то есть не только подумать так, но и жизнь ввести все сие, тот наисовершеннейшим образом по-христиански отпразднует Новый год и приготовится к христианскому препровождению всего летом. В следующий Новый год ему надо будет только поновить и оживить воспринятые ныне. Да будет для нас поновление нашего сердца ежегодно в этот праздник Нового года знамени нашей надежды и началом дел в нашей земной жизни ради вечной жизни. С Богом! Аминь! Всем позднее ты! Спасибо! Спасибо!